Еще одно событие, которое случается раз в 10 лет и было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса состоялось в 2021, это Всероссийская перепись населения. Она во многом определяет, каким будет наше будущее на ближайшую перспективу. С учетом результатов определяется, где требуется построить детский сад, а где парк для занятий спортом или ФАП, или проложить дорогу. На этот раз ответить на вопросы можно было на портале госуслуги. Удобно, быстро и безопасно. Цифровой способ по достоинству оценили жители Морел. Им воспользовались многие участники статистической кампании. Кроме того, в республике в этом году провели также экономическую и сельскохозяйственную переписи. В истории современной России перепись малого бизнеса прошла в третий раз, а сельскохозяйственная микроперепись и вовсе впервые. Тем не менее, как отмечают в Морестате, все удалось сделать в срок и без происшествий. Собранные данные будут использованы для обновления действующих и составления новых государственных программ. Сколько нас и какие мы? Ответы на эти вопросы будут известны уже скоро. В России с 15 октября по 14 ноября прошел основной этап переписи населения. За месяц переписчики Морел обошли все дома республики. Большую роль сыграла и сознательность жителей региона. В ближайшие несколько месяцев специалисты будут обрабатывать собранные данные. Результаты переписи будут публиковаться в течение всего следующего года. 12-я перепись в истории России останется как первая цифровая. Напомню, жители могли переписаться тремя способами. Традиционно дома, на стационарном участке или через портал госуслуги. Дистанционный вариант участия в масштабной акции выбрал практически каждый пятый житель нашей республики. Темпы использования этой технологии очень высокие. Это говорит о том, что наши граждане достаточно продвинутые, спокойно разбираются в этих технологиях. Перепись изначально не предполагала такое массированное использование вот этой технологии, новых технологий. Идет все-таки программа цифровой трансформации всей России, все больше электронных услуг. Но это удобно, комфортно, не надо ходить никуда. Быстрее остальных переписали сельчане из Парангинского, Маркинского, Малитурекского и Юринского районов. Вопросный лист было включено 33 вопроса. Две трети из них связаны с социально-демографическим направлением. Остальные посвящены условиям проживания. К работе в столь масштабной акции привлекли более 1200 человек. Несмотря на то, что перепись переносили несколько раз, в море Ланай прошла без происшествий. Впервые были задействованы волонтеры. Кстати, при переписи ориентировались на понятие «момент учета населения». Момент учета населения, и не случайно, так образно называется, это мгновенные фотографии нашей страны. Мгновенные фотографии можно сделать только на определенную дату. Эта дата определена 0 часов 1 октября. Очень точно это можно показать на примере. Если ребенок родился после 1 октября, даже 2-го, если родился, он уже не попадает под перепись, потому что это в 0 часов 1 числа этого человека на свете не было, и в нашей стране тоже. Сейчас в Росстате продолжается масштабная работа с цифрами. Предварительные итоги озвучат в апреле. Информацию об образовании, гражданстве и национальности опубликуют только осенью. Одна из главных задач Всероссийской переписи населения – получить данные о демографических, экономических и социальных сферах страны. В дальнейшем их используют для разработки федеральных и региональных программ. Хотелось бы в нашем частном секторе немного улучшить дороги. Детки добираются пешком по частному сектору до 12-й школы, до 40-го садика. Очень тяжело. У нас еще нет центральной канализации, детской площадки. Поэтому перепись населения, надеюсь, поможет нам хотя бы немножко дать понять государству нашему о том, что у нас вот такие вот есть насущные живые проблемы. Подготовка к переписи началась еще в 2019 году и намечалась на октябрь 20-го. Но из-за пандемии коронавируса компанию провели только этой осенью. Переписчики каждую неделю проходили ПЦР-тестирование на ковид и по официальным данным ни один специалист не заразился. Следующая перепись пройдет через 10 лет и, возможно, данные вновь будут собираться в новом формате. А в каком – пока же только время. Весной 2021 прошла экономическая перепись. Она охватила более 7 тысяч малых предприятий и порядка 12 тысяч индивидуальных предпринимателей республики. Ее основная цель – получить полноценную картину положения малого и среднего бизнеса в регионе. Это позволит определить возможности развития предпринимательства как приоритетного сектора экономики. К тому же, благодаря переписи, получится адресно направить субсидии и иные ресурсы на развитие предпринимательства. Она проводится раз в 5 лет и является обязательной для всех бизнесменов малого и среднего бизнеса, а также ИП. Полученные в результате проведения переписи нужны не только правительству Российской Федерации, но и правительству республики, мореоорганов местного самоуправления, но и самому малому бизнесу. Если для органов государственной власти полученные итоги в результате проведения переписи нужны для того, чтобы в первую очередь разрабатывать какие-то новые государственные, национальные программы, целевые программы по поддержке малого бизнеса, то для малого бизнеса важно иметь такую информацию, актуализированную, полную, о развитии малого бизнеса, прежде всего для того, чтобы можно было оценить, куда дальше двигаться, как развиваться, куда можно вложить свои инвестиционные вложения. А уже в августе в Морел пересчитали земли, посевные площади и поголовье животных. Сельскохозяйственная микроперепись охватила более 120 тысяч предприятий, крестьянских фермерских организаций, а также личные подсомные хозяйства и садоводческие товарищества региона. Главная задача – оценить уровень развития сельского хозяйства в республике. Она покажет реальный потенциал агропромышленного комплекса и позволит выработать эффективную политику в этой сфере. Конечно, нам важно знать, в каком состоянии у нас земельный ресурс, то есть это и структура посевных площадей с сферой, и с нашими данными, насколько это все достоверно, и в части личных подсобных хозяйств. Для нас каждая категория хозяйств очень важна, потому что она выполняет свою функцию. Главная задача всех переписей – улучшить жизнь в России, в том числе и в Мариел. Подобные масштабные компании являются самым эффективным способом получения информации, на основе которых в дальнейшем примут новые законы, ведут новые субсидии и меры поддержки. Эту информацию будут использовать и в национальных проектах. Продолжение следует...